18 февраля 2015 года, московское время, 19 часов 15 минут. Начнем с небольшого сообщения, возле вот Александра Атсеми, ему открылись с ней какие-то знамения, я думаю, они интересны для того, чтобы послушаться. Давай, Александр, послушайте. Добрый день, дорогие друзья, коллеги, соратники. Я бы хотел, наверное, сразу пел, да, какие мысли мне пришли, можно назвать их знамениями. Это я обратил внимание, ну все знают, что на прошлой неделе наш партизитет побывал в детстве. И как мне пришла мысль, что как-то нежданно-негаданно, ну то есть 20-30 года события в Египте были непонятные, братья мусульмане. Тут нежданно-негаданно, неожиданно у нас в нашей братской семье народов оказался еще наш претендент на семью народов – это Египет. Можно так сказать, и сразу приходит на мысль, что в принципе страны у нас где-то похожи. То есть неоднозначная, очень древняя история, которую можно интерпретировать по-разному. И что самое актуальное сейчас на данный момент – это много коофициальностей. Мы узнаем и христиане, и елудеи, причем все это уживается очень мирно, без каких-то надуманных плавильных котлов, которые были придуманы как у простого народа. Это воспринимает как само себе разумеющееся. Не будем уточнять внимание, как встречали нашего президента, когда по всему Каиру стояли дети с флажками, приветствовали «Мы любим Россию». Когда по всему Каиру были вывешены портреты с Владимиром Владимировичем. Ипогея, конечно, была, это когда был русский балет, в исполнении арабских исполнителей. Но ипогея-то прозвучала ария на языке оригинала, если вы видите, наверное, по телевизору. Это вставайте, люди русские, очень душевно подъемные. Ну и то, что там экономические моменты, это как вот переход в дальнейшем на расчет в рублях, строительство не просто атомной станции, а полностью всей энергетики, атомы с обучением специалистов, это свободная зона подписываться с Евросоюзом. И насколько я понимаю, участие, полное, ну, это приглашение, наверное, уже какие-то вещи есть, это модернизация Суэстского канала. Причем экономисты меня, наверное, подскажут. Есть такой термин проявился, это свободная российско-экономическая зона. Не знаю как, но мне показалось, наверное, приглашение за контролем этих Суэстского канала. Но мне очень хотелось бы заострить на другое, на те подарки, которыми обменялись Владимир Владимирович и президент Сеси. Наверное, себя обратили внимание. То есть, Владимир Владимирович приподнелся автомат Калашникова, простой, не золотой, не с искусствами, то есть обычный боевой автомат, как символ российского оружия. Ему в ответ президент Египта подарил картуш, древний символ египетских фараонов, где было написано даже не арабской уязью, а на древней египетской просто Путин. И возникли такие ассоциации. В принципе, это уже было. По поводу даренного оружия, именно русского оружия, это Иосиф Цивенович подарил в 43-м году королю Фаруху пулемет Дегтярева. И тогда королю Фаруху сказал, что через два года Вас ожидает большая победа. Признь от этого получился. Остался в 45-й год. То есть победа была на Западе, победа была на Востоке. По поводу символа Владыки Востока, египетского фараона, это происходило 2500 лет назад, но если быть точнее 2300. То есть в преддверии наших циклов, когда была в преддверии смена эпохи Тейцанра, смена эпохи Рыб, что тоже немало важных. Александру Зеликому, как царю Македонии, когда просто еще царю Македонии, египетские жрецы также получили такой картуш, объявили его Богом, и объявили его по тем временам правителем Востока, но по тем временам правителем всего мира. И через 12 лет так оно и стало. Я считаю, что это интересные аналогии. Я думаю, что потомки, наследники египетских пирамид, наверное, что-то знают по каким-то книгам или тех, кто сверяются. Ну, интересно было на это посмотреть. И мои рассуждения подтвердились буквально через 2-3 дня, что когда была зверская, я бы сказал, зверевная казнь 21 египтянина, только за то, что они египтянин, и то, что они христиан. То есть указание на два круга, то есть на египет и на христиан. Сразу всплывает кто кому служит. Пусть они враги номинальной Америки, но приказ, наверное, пришел с определенной стороны. Вот все, что я хотел сказать на этом. А, да, извините, немножко, скажем так, вот пока ехал, хотел немножко душеподъемно еще рассказать. Это по поводу русского духа. Буквально вчера, позавчера по телевизору была такая передача, я не знаю, кто видел, кто не видел. Меня поразило, на нашей школе здравого смысла высказывали, здесь высказывается, я думаю, это верно, что русский – это не националист, русский – это губ. Так вот, буквально на днях открыли в Испанию памятник нашему разведчику Осетину во время Франктистской войны в 36-м году. Он у них был под именем генерала Ксанти, да? Он, кстати, был в Блигстане, был осетин. Но мне просили слова директора музея испанского, посвященного гражданской войны. Что когда начали приезжать в Испанию, воевать за республиканцев, интернациональные бригады, наши соотечественники, почему я заостряю внимание, что это был осетин, они поразили и возникло большое уважение, как они себя ввели в бою на передовой. И поэтому в дальнейшем для простых людей, для народа, все интернационалисты, как он, это с его слов, еще раз повторюсь, приезжали с Аргентины, с Бельгии, Франции, они все, они становились русскими. То есть это, в принципе, проявление навоженного русского духа. И, как еще раз повторюсь, то есть русские – это не нация, русские – это дух. И не только юмора, я буквально сюда ехал, как раз вышла статья в Комсомольской парадусе – это про русский дух. Сочетаем буквально, ну, в течение, нам, минуты. Значит, на группу российских туристов в Мексике напали бандиты. Грабители, подрезанный двигателем, в автобус потребовали у них деньги и ценности. Но не на тех напали. Когда один из грабителей попытался отнять россияне с областью с фотоаппаратом, за нее ступился муж. Бандиты сломали ему нос. Началась драка. И тогда один из наших мирных туристов все правильно сделал. Он зашел сзади, ударил грабителя бутылкой по голове и даже попытался вырубить пистолет. Во время борьбы он получил пулевое ранение пальца, зато пистолет на летчика закрепил. Грабителям, не ожидавшим такой ярусный отпор, пришлось бежать. Власти штата оказали… Ну, это… А, и россияне продолжили свой дух в Мексике. Мексиканские власти были выражены тем, что наши путешественники действительно неспешно продолжали осмотры достопримечательности. И на всякий случай пригласили в храмах россиян, ресторан на бесплатный ужин в качестве компенсации за неудобство. Министр туризма лично примчал своих детей русских туристов и пожать им руки. Он пообещал бросить на поиски бандитов лучше сыщиков страны. И те действительно скоро задержали. Впрочем, местная полиция попыталась принесить русский подвиг, распространив странный комментарий. Отвагу со стороны туристов можно объяснить тем, что за 3 часа до нападения россияне стали отмечать день рождения одного из членов своей группы. Поэтому были взглядом и веселее и не отдавали себе отчета в опасности террорских поступков. Видимо, бутылка в руках русского туриста, в котором обязывали угрозителя, оказалась не случайна. Но это лишь детали. Нет, все-таки не осознали мексиканские власти, все, что бедон русского характера. А националист туристов не указывает. Все русские. Спасибо. Друзья мои, наш докладчик подошел. Я хочу вам представить Михаила Васильевича Тимурина. Замечательно. Многие, наверное, знают. Я просто хочу сказать, что на самом деле замечательный человек. Прекрасная биография. Самое главное – это человек, который захоронил себе все. То лучшее, что есть в русском человеке. Вот и посты большие из-за него мало, и ездил, и участвовал в многих вопросах. Но русским человеком в душе как был, так и остался. Поэтому я сейчас предоставляю ему слово. Тема нашего занятия, она вы можете посмотреть, выведена на экран. Послушаем, Михаила Васильевича. Тема действительно очень сложная и, в общем-то, тяжелая, если вещи называть своими именами, потому что речь идет о нашей ответственности перед лицом подвига наших отцов, для многих уже дедов и прадедов. И поскольку подвиг безмеря, то, соответственно, и ответственность тоже безмерна. Ее, в общем-то, всю жизнь приходится осознавать. Но одновременно это и огромная благодать. Их подвиг и наше приобщение к нему. И из этого приобщения мы будем чемпием это догадать. Она дает силы. И, в общем-то, я потом более подробно об этом буду говорить, она нам и поможет выйти из нашей сегодняшней ситуации. Нам, народу, нам, стране и нам, каждому человеку, в отдельности. Наверное, многие из присутствующих здесь задавали себе такой вопрос, почему все-таки так нас тянет к песням военной поры, к фотографиям военных лет, к фильмам, которые снимались в 50-е, в 60-е, то есть в фильмах о войне, о военном восстановлении, которые снимались самими участниками войны или с оглядкой на них. Очень характерен пример Алексея Кермана, его траектория падения как режиссер от крупных, серьезных фильмов о операциях с Новым годом, о партизанах на Псковщине, о других лучших работах военной тематики его, потому что там снимались люди, которые сами или участвовали в войне, или пережили это, и они не давали ему кривить душой, чтобы потом стало происходить проверка на дорогах, прошу прощения. Просто книгу больше, конечно, люблю. У нее как операция с Новым годом. Для меня вот эти лица, эти звуки, песни, глаза на антифотографиях, это своего рода такие сигналы с большой земли, окруженного войска, что держитесь, большая страна и большой народ есть, и он придет на помощь. Надо просто подержаться какое-то еще время. Мы говорим сегодня о том, как наша живая память о подвиге отцов должна бороться с живучей ненавистью в нашей стране, в нашем народе, нам русским, нам русским. И, в общем-то, тут, конечно, если говорить о цивилизационном противостоянии, надо начать с хотя бы общей оценки того, как мне видится это противостояние. Ну, другими словами, с того, что раньше называлось основным конфликтом современности. Вот мне он видится не в противопорстве России в том или ином виде с США, или, например, с Западной Европы, или с НАТО, с каких-то конкретных действий, в каких-то конфликтах, не в каких-то конкретных действиях на постсоветском пространстве. Это все-таки конфликт между структурами мирового управления с одной стороны и теми странами и народами, которые еще не потеряли свою историческую память и историческое самосознание. Первые структуры мирового управления стремятся окончательно надавить самобытность народов и независимость государства, навязать нам единую даталитарную систему так называемого демократического, а на самом деле олигархического порядка, единый примитивный стандарт потребительского отношения к жизни и к природе и к человеку и, в общем-то, разрушить человека как такового. Другие хотят сохранить суверенитет, развивать свою политическую традицию, оставаться в поле традиционной культуре и тем самым сохранять человека как такового. Вот эта связь национального самосознания и личности, она, к сожалению, о немало говорится, она была прекрасно исследована в работах русских философов во второй половине XIX века. Это Палом Григорьев, это Старахов, это Дибольский, это Несмелых, наука о человеке. И вывод этих философов, если его обобщить, они по-разному подходили к этой теме, один, только обладая национальным самосознанием, человек может не к личности. Сейчас, как вы понимаете, понимание личности абсолютно иное, наоборот. Человек, чем больше личность, тем больше личность, чем он более как бы освобожден от всех там национальных, политических и прочих предрассудков. Валю, чего хочу. Итак, если возвращаться к конфликту, то мировые стратегисты управления выстраивают систему своего образитирования на остальном мире и уже, в общем-то, тем самым поставили планету на грани экономической, военно-политической и культурной катастрофы. Причем, культурной катастрофы, я уже это сказал, еще раз повторю, в смысле общественном и в смысле личностном, человечеством. Ну, а вторые и Россия в их честне все-таки стараются удержать мир от падения в пропасть и нацелены на созидание. Это противостояние не на жизнь, а на смерть и решаться на победу прямо пропорционально нашей последовательности, в отстаивании своей самобытности и нашей веры в победу. вера, как мы знаем, как учит нас небо-политики опираются на образ и в данном случае это должен быть в полном смысле слова противоположный глобалистско-либеральному западническому образ будущего планеты, свидетельствующий о том, что у нас реально есть свой цивилизационный проект, что мы действительно самостоятельный народ. Традиция органично положит в основу нашего образа будущего осуществление справедливости, которую ждут сегодня и народы России, и те в мире, кто уже почувствовал угрозу существования глобалистского американского проекта. И тут очень важно, чтобы у граждан России не было сомнения в том, что Россия не просто хочет переиграть Запад в его игре, вот сейчас больше получается так, что мы хотим переиграть Запад в его игре, а должно быть так, что мы введем свое дело, я даже не хочу называть это игрой, и тогда отклик, если мы действительно самостоятельно будет совершенно иным, потому что начиная чисто человеческого отклика и кончая откликом тех, кого мы хотели бы видеть в числе наших союзников например в осуществлении проекта и бразийской интеграции, они должны понимать с кем они союзники, почему они с ним союзники. Если, как у нас говорилось недавно на Гайдаровском форуме, мы считаем за большой влагой, что мы построили у себя экономику западного типа, если мы считаем большим влагом, что мы сумели найти какое-никакое место в современной глобалистской системе, то тогда зачем быть с нами союзниками, потому что мы в этом номер два лучшем случае, во всяком случае мы номер один, а союзниками по-настоящему бывают с тем, кому ты веришь и кто сам в чем-то достиг того, чего не достиг и другие. В этом, кстати, я считаю причина падения интереса к русскому цифру в современном мире. все говорят вот на русском языке меньше говорят, к русскому языку меньше интереса и так далее. А откуда взяться интересу, когда уже наверное 20-30 лет на русском языке не говорится ничего такого, чего нельзя прочитать на английском. В 20 веке на русском языке говорились такие вещи, которые на русском появлялись впервые. Новые социально-политические идеи, новые в конце концов культурные идеи. Ну, я не буду разговаривать эту мысль, я думаю, она понятна. Точно так же союзничество. Точно так же союзничество. Итак, мы за последние годы убедились и убеждаемся в возрастании фактора культурно-исторической самобытности и, в общем-то, я надеюсь, не только рядовые россияне, но и руководство поняли, что желание вернуть себе эту самобытность должно опираться на эффективную инструментальность. Соответственно, сохранение русской культуры, культур других народов России, их исконной веры и традиций должно, как минимум, фигурировать в числе приоритетных задач нашей внешнеполитической концепции. Но, поверьте мне, об этом во внешнеполитической концепции не скажем ни слова. хотя, вроде там говорится, что возрастает фактор цивилизационного противостояния и так далее, но дело обстоит вот тем образом, как я уже сказал. Более того, значит, концепция внешней политики сказана такая совершенно безответственная, даже не знаю, как ее назвать, фраза, что впервые в истории мировое противостояние приобретает цивилизационное измерение. Это серьезно, что ли? Как будто та же агрессия гитлеровской Германии против Советского Союза не была именно проектом цивилизационной агрессии, цивилизационного уничтожения. Я не буду говорить о 19 веке или о Первой мировой войне, хотя там тоже очень много чего можно сказать. Есть такое письмо 1500 интеллектуалов немецких кайзеров в 15-м году, где ставятся задачи на тот период. В общем-то Mein Kampf списан с этого. Но давайте говорить о 20 веке. И следующий этап цивилизационной агрессии это, конечно, конец 80-й, 91-й, 92-й год, когда нас пытались убедить, что мы должны вернуться в цивилизованный мир, что мы за пределами цивилизации находимся и должны якобы туда возвращаться. Так вот сегодня, когда вроде бы заговорили наши дипломаты, мои коллеги бывшие, о том, что есть цивилизационное противостояние, они говорят так, культурно-цивилизационное многообразие современного мира, они говорят о культурно-цивилизационном многообразии современного мира и о стремлении народов вернуться к своим цивилизационным корням, но одновременно заявляют, глобальная конкуренция выражается в соперничестве различных ценностных ориентиров и моделей развития в рамках, подчеркиваю, в рамках универсальных принципов демократии и рыночной карты. То есть фактически всему миру навязывается западоцентричная модель восприятия того, что правильно, что цивилизовано, что составляет установку на будущее. И вот поэтому происходит так, что многие не совсем понимают, с кем и чем мы боремся, кто с нами, кто против нас, почему и так далее. Вот и в последние минские договоренности эти вещи выскакивают как вот чертик из табакета. Вот документ посвящен прекращению огня и урегулированию на Донбассе. И вдруг посмотрите, там где-то вокруг между десятым и последним пунктом такая фраза, что стороны остаются приверженными идее создания общего гуманитарного и экономического пространства от Атлантики до Тихого океана на основе полного уважения международного права и принципов УГС. Стороны я напомню, кто это такие? Стороны это Германия, это Франция, это Германия, которая не осадила ее Цнюка, когда он сказал известный фраз по поводу итогу Второй мировой войны и того, что вообще во время войны происходило. это Франция с ее всевозможными прибамбасами типа Шарли и Груду, и там гугосексуальных браках и прочее, прочее, прочее. это Украина, и это мы, нам нужно с такими партнерами, с теми людьми, которые ни слова не сказали по поводу тысяч убитых на Донбассе, сбитого воинка, нам нужно общее гуманитарное пространство. Я думаю, что нет. Зачем тогда говорить такое? Зачем людям будет мозг как-то в детстве мы говорили? Это, к сожалению, происходит. Я уже не говорю про это общее экономическое пространство. Мы увидели, как моментальная экономика превращается в инструмент давления. Что такое международное право, это тоже понятно. Но вот это словобудие, понимаете, оно замыливает правильное, четкое и ясное восприятие самого конфликта между людьми. и того, как человек должен себя поставить в том противостоянии, которое осуществляется. Ну, я не буду говорить, у меня была такая большая работа, она называлась «Вперед к Лемелевскому и страху», основной изъян внешнеполитической концепции. Кто захочет, может прочитать. Я разбираю подробно как раз те две главы внешнеполитической концепции, которые связаны с общим вопросом мировой политики и цивилизационного противостояния. например, там есть такая фраза, что нас очень беспокоит идеологизация международных отношений. люди серьезно считают, что когда-то в последние годы у нас была деятелогизация. Но мы-то да, мы говорили, что у нас во внешней политике нет никакой идеологии, но во внешней политике всех мировых участников процесса эта идеология присутствовала. От США до Прибалтов. Причем Прибалты свою идеологию умудряются навязывать даже будущих сателлитами американцев. их заставляют идти иногда в определенных раскладах дальше, чем может быть они хотели бы. Тоже поддержки реваншизма и так далее. То есть они когда-то инструмент, а когда-то они создают свою собственную динамику противостояния России. Я пропущу этот кусок, не буду опять же говорить. Сегодня мне хочется побольше поговорить о именно живой памяти против живучей ненависти и о том, в чем суть вот этого нашего, в чем суть этой нашей ответственности перед подвигом наших отцов. И начну я тут немножко издали, если позволите. Я, конечно, даже это странно покажется. Хотя думаю, что нет. Все-таки тут в основном люди английские понимают, что в русском языке, если глубоко покопаться, скрыты огромные смыслы. Многие, наверное, знают о сравнительно историческом европейском языкознании, анастратической теории, о прокорнях. И вот то, о чем в свое время говорили Фордунатов, реформатской ленинградской лингвистической школы, или Бодоин-де-Куртене, или Щерба, из Петербургской ленинградской лингвистической школы, потом говорил Ильич Свитыч в своих исследованиях компартилистских, что потом развивал академик Дебой и Старостин, выходя уже на структурную прикладную лингвистику. Это все продолжает развиваться, конечно, не с теми ресурсами, не с теми установками, которые были в позднее советское время. Но вот один из моих коллег занимается этими прокорнями индоевропейскими, такими сакральными что ли корнями, и поверьте, я недалеко отхожу от нашей темы, что это за корни. Это например корень БХ. У нас в русском языке он находит, он имеет в санскрите значение учитель господин и хозяин, а у нас он сидит в словах Бог, в словах быть, в словах бояться, в словах буйный, в слове блаженный. Тут все очень близко. Страх Господень научает мудрости. То есть мы говорим о боясь бога, вот другой бой, ра, он сидит в словах с одной стороны радуга, с другой стороны арка, как нечто совмещающее небо и землю. Отсюда от этого древнего корня, от этого древнего слога идут такие слова, как регалии, регион, регулярный. И в конце концов основное прерогатива правителя это решение. Слов Сха он имеет разные огласовки, развивался в исторической ретроспективе в такие корни, как Сва, Сья, и он присутствовал в словах святость, свет, суть, свой, семя, особый, сияние, синий, кстати, тоже сияние синий свет, а синий свет Богородицы. Сварог, вот он этот корень присутствует, он присутствует в слове свастика, сва дико, в общем-то, сва святой, тха дух, в слове дух древнего корня тха. Почему я это все говорил? Я говорю о том, что один из этих корней корень тха или тья или тье присутствует в важнейшем для русской жизни слове обществе. Если мы вернемся к старославянскому языку, то это слово должно звучать как оптьество. Вот оп, это понятная приставка, это то, что окружает. Что такое тье? Вот это тье. Что окружает общество? На что нанизывается общество? Вокруг чего варится супа стопор? Что это за топор? А топор это тье присутствует в словах греческом теус, в русском отец, в русском тятя, в русском таинство тайна, в так же словах счастья существует чего-то, то уже не тьме очки. Это понятно для лингвистов изменения, которые фонетически происходят в разных народах. То есть, ну я уже не говорю о том, что буква Триана напоминает распятие, то есть в итоге, если серьезно покопаться и развить эту мысль, мы выходим на понимание, что общество формируется вокруг божественного начала, сакрального принципа того или иного народа и его культа предков. Ну, об этом политически сказал наш великий Пушкин. Любовь к родному мобилищу, имею в виду очаг, любовь к отеческим гробам. Вот это любовь к гробам. И надо сказать, на Пушкина это произвело удивительное впечатление. Либерал и западник приехал в Сылку, побыл рядом с отеческими гробами, покопался в истории именно своего рода, выходил в монастырь, побил на русской природе, а не в каменном Петербурге, на природе, которая задает там, в пушкинских горах, ритм и строй русской души. И с этого момента Пушкин стал превращаться в консервактора, нормального семьянина, в человека традиции. Вот отеческие гробы. они формируют в нас самое главное чувство, которое нужно для веры. А что это за чувство? Это чувство сыновства. Именно то чувство, которое из нас хотят выпить последние 30 лет, и именно то чувство, которое мы должны сохранять, потому что нет отца, если нет сына. и прежде всего ты должен в себе воспитать сына, почитающего, учащегося, внимающего сына. Тогда будет вера, тогда будет почитание отца своего и небесного. Об этом много говорили различные философы, приведу только две цитаты. Цицерон, предположим, говорил, мир следует рассматривать как единую гражданскую общину богов и людей. Или, например, блаженный Августин. Виной порушения Рима была объем христианской этикой, а испорченный нрав, нарушение божественных законов и принципа справедливости и отказ следовать установлению предков. Для нас наш взгляд на историю двадцатого века, русскую историю двадцатого века, на наш нынешний день и на наше будущее, он, в общем-то, сводится к очень простой вещи. Его можно изложить по-разному, но одна для меня из простых формул заключается в том, как ты видишь свою жизнь. Ты можешь видеть свою жизнь, либо как начинающуюся с твоим рождением и заканчивающуюся с твоей смертью, либо ты можешь видеть свою жизнь, которая начинается там далеко в веках, когда твои предки думали о своих будущих поколениях, и уже твое присутствие в их голове формировало их модель поведения. И, соответственно, твоя жизнь или будет продолжаться, или, во всяком случае, может продолжиться потом, в следующих поколениях, если ты соответствующим образом вносишь свой вклад в то, как будут жить следующие поколения. И от этого все зависит. От этого зависит твое отношение к своим детям, к своей жене, к своей семье, от этого зависит твое отношение к воинской службе, от этого зависит принцип понимание человека в обществе. Очень совсем недавно будучи президентом нас, Медведев пытался научить тому, что нет ничего ценнее человеческой жизни. Помните такое, да? То, о чем мы говорим, просто наводит на чувство какого-то ошеломляющего удивления, как человек, выросший в России, знающий историю русскую XX века, может сказать, что нет ничего ценнее человеческой жизни. на это наше чувство сыновства, на почитание предков, на благоговение перед подвигом отцов идет настойчивое наступление. Оно началось не вчера, оно началось в период еще позднего СССР, и этому, конечно, наступлением мы противостояли очень и очень плохо. Этот процесс уже покоробил и общественную политическую жизнь, и экономику, и культуру. Его мы должны остановить и вернуть ключевым для менталитета нации слова чистоту и их исконный смысл и помочь людям правильно воспринимать эти слова. Есть слова и смысл, которые на века связаны с русской геополитикой. И в числе таких концептов русской геополитики, конечно же, формула победы русского оружия в войне 1812 года, как она была зафиксирована Пушкиным в известном стихотворении «Клеветникам России» и эта формула абсолютно адекватна сегодняшнему дню. Я не знаю, многие помнят это стихотворение? Хотите, я прочитаю? Тут надо слово Литва заменить сегодня на Украину, 70 лет назад на Германию. «О чем шумите вы, народные витни? Зачем анафели грозите в России? Что удивило вас? Волнение литвы?» Оставьте. Это спор славян между собою, давнишним, старый спор, уж взвешенный судьбой вопрос, которые не разрешите судьбой. Уже давно между собою воюют наши племена. Не раз склонилась пред головой, пред грозой то их, то наша голова, кто победит миром спорю. Печливый верх или верный рост? Славянские ручьи сольются в русском море, оно не ссякнет? Вот вопрос. Оставьте нас, вы не читали синий кровавый скрижание. Вам непонятно, вам чужда сия семейная вражда. Для вас безмолвны крем и брак бессмысленно причаят вас борьбы отчаянной отвагой и ненавидите вы нас. За что ответствует за то, что на развалинах пылающей Москвы мы не признали наглой воли того, пред кем дрожали вы? За то, что в бездну повалили мы, тяготеющие над царствами кумир, и нашей крови искупили Европу вольность, честь и мир. Вы грозно на словах? Попробуйте надели. Иль старые богатые покой на постели не в силах закрутить свой измаильский штык? Иль русского царя уже бессильно слова? Иль нам с Европой спорить нового? Иль русский от побед отборит? Иль мало нас? Иль от первой до давриды, от финских хладных скал до пламенной колхиды, от потрясенного гребля до стен недвижного Китая стальную щетиную сверкая не встанет русская земля? Так высылайте ж нам витии своих озлобленных сынов. Им место есть в полях России среди нечуждых гробов. Вот как я сказал, мы прикладываем эту формулу в Великодечной войне, она работает на сто процентов, мы прикладываем ее сегодняшнему противостоянию все работает на сто процентов. более того, вот сегодня, чем больше вы видите это, чем больше мы противимся диктату США, перед которым склонили головы европейцы, тем более европейцы ненавидят нас, тем более они нас будут ненавидеть. Но дело все в том, что вокруг этой формулы и странные метаморфозы стали происходить еще в советское время. уже в постсоветское время один пушкинист, известный, не буду называть его фамилией, когда я был в пушкинских горах, спросил меня, какой Михаил Васильевич ваше любимое стихотворение Пушкина. И при том, что он сам, человек вроде как очень патриотических убеждений, когда я сказал «Передник Абрасин», он поморщиц. Вроде как, ну как же Пушкин такой цивилизованный, атакую околотелую патриотическую патриотическую верить, пишет. Но ведь дело не только в нем, а дело в том, что это стихотворение не присутствовало в учебной программе. когда, в общем, в школе ученики просили, там родители что-то подскажали на эту тему, учителя уходили от разговора. Нам как-то было не к лицу обострять разрядка, значит, надежды на конвергенцию, на мирное сосуществование, зачем вот эти формулы противостояния. Вот такова реальность с одной стороны наличия в русской культуре смыслов, которые правильно стали человеком перед лицом неприходящей действительности, она не меняется. И неправильным восприятием того, что надо с этими смыслами делать. Нет благоговения, есть такое понимание, что мы сегодняшние умнее стариков, да, или, значит, сами это мы из наследия берем, да, а это не берем. Пушкин гениальный конечно, но вот это мы сами решим дальше, что у него гениальное, а что у него может быть отставлено на второй клаве. Теперь посмотрите скажем с другими, что происходит с выдающимися формулировками смысла победы того, что является такими краеугольными камнями нашей позиции в этом цивилизационном состоянии происходит. вот Трифонов, Твардовский Александр Трифонович, Василий Терпиня отлил великолепную форму по поводу отечественной войны. Бой идет святой и правой, смертный бой не ради славы, ради жизни на земле. Когда Твардовский это писал, он еще не знал о существовании планововства. Общее воспитание было такое, что нам нужна победа. Потом это формули нам нужна победа, мы за ценой не постоим. Потом либералы это превратили в эту дурацкую формулировку какова цена победы. Хотя уже отсюда из великой поэзии, которая, конечно, не человеком пишется, такая поэзия, формула понятна, что цена это не победа, а цена жизни. И можно сравнивать наши потери с американскими или какими-то другими, кто хочет, конечно, а можно сравнить заложенные цифры уничтожения народов Советского Союза в плане области. И тогда эти десятки миллионов они по-другому воспринимаются. Это действительно была не цена победы, а цена жизни. И опять же, бой идет святой и правой. То есть вот это понимание глубочайшее того, что это не просто геополитическое противостояние. Я вот разрушляю в прошлом году над Первой мировой войной все думал, хотели ее, хотели ее привить вот это понимание, что Первая мировая война это отечественная война. Но не получилось. Почему не получилось? Потому что ее как рассматривали, так и рассматривают в категории геополитики. И вот говорят о великих русских геополитиков. они действительно говорили очень умные вещи. Но уже тогда противостояние на самом деле было цивилизационным. И вот скажем интересный казус, небольшое отступление, но он имеет отношение к нашей сегодняшней теме. Записка Дурнову. Все говорят, вот провидец Дурнову, как он все предсказал, что нельзя втягиваться в войну, что будут потом социально-экономические потрясения. Россия эти социально-экономические потрясения не выдержит. Но дальше что пишет правительство Дурнову? Он пишет, что потом наступит крах и России не будет. А например, Ван Дан в своей самой известной геополитической работе, он пишет так, с англичанами нам не нужна даже победа над Германией. Потому что англичане вместе с нами поставят Германию на колени, а потом эту же Германию опять на новом этапе надравят на нас. Но при нынешнем режиме продолжает Ван Дан мы Второй войну не выдержим. Все у нас сейчас говорят о том, что Ван Дан тоже гениален, предсказал Вторую мировую войну, но он сказал не только, что будет Вторая мировая война, он сказал, что нынешний режим, это он сказал в 12-м году. Даже победив вместе с англичанами Первую мировую войну, Вторую мировую войну, которую англичане обязательно англосаксы развяжут, он не выдержит. И вот мы множим это друг на друга, или складываем Дурновой, Ван Дан Получается, что пришедший вроде как на место краха режим, он все бы победил в этом противостоянии. Причем, если возвращаться к геополитике, он победил совокупный Запад, потому что всем же совершенно понятно, что союзники были условные, что союзники хотели отобрать победу. И что самое великое, что не могут простить Ерисуя Сергеевич, что Россия в виде СССР в том противостоянии, о котором мы говорили во Второй мировой войне, она держала не только военную, она держала политическую победу. Вот и это, конечно, запад нам простит не может, что Россия политически переиграла своих политиков противников на заключительном этапе. Почему только на заключительном? Они не могут простить и 1939 год именно поэтому, что тогда в первый раз переиграли капитальных англосаксов, заставили их стать нашими союзниками в итоге, а в конце войны не дали закончить войну так, как они хотели. Но, возвращаясь к Твардовскому, Твардовскому ведь тоже нет школьных программ. Нет Твардовского, нет Василия Теркина. Кто же будет сбивать вот эти формулы, волосы, как сбивать-то, если не поэзии? Можно было бы много и интересно говорить о том, как победа связана с православной верой, и таких свидетельств очень много. И на датарежной политической позиции местоплюстителя патриаршего престола митрополита Сергия в первые же дни войны. И, наверное, православная церковь должна серьезно была подумать о том, что герои этой войны должны быть покоены и в стенах монастырей, потому что когда мы приходим в Молодеючий монастырь и видим там могилы героев 1812 года, мы благодарны тому монастырю, который сберег эти дорогие для нас отеческие гробы, а я живу в филях и знаю, к сожалению, историю кладбищ, которые были на том месте, где так называемый Брежневский дом по этому берегу в Москве реки были кладбища первого Бородинского сражения, и лишь мало их часть была перенесена к Бородинской панораме, и упокоены они там под стелку, а большая часть, к сожалению, не была должным образом перенесена, мягко так скажем. Вот это присутствие веры и Божьей помощи в противостоянии нацистской агрессии, его в своем творчестве, поэтическом, блестяще показывали люди абсолютно недалеки от веры. То есть, я еще раз к тому говорю, что это нельзя написать, это можно только получить с благодатью свыше. Вот у Симонова, ты помнишь Алеша «Дороги с Мариейчиной», он вспоминает русских женщин, которые шептали вслед отступающим солдатам Красной Армии, Господь вас спаси, старика, как насмерть одетого во все белое. И дальше, размышляя о том, что поможет нам собраться с духом на Великую Битву под Москвой, пишет так, «Как будто за каждую русскую архолицу крестом своих рук ограждают живых, всем миром сойдясь, наши прадеды молятся за в Бога неверующих внуков своих». Это пишет Симонова в 1942 году. У нас была такая страстная полемика, надеюсь, она будет иметь положительный эффект, но у нас уже запланировали на три года вперед юбилейный год Александра Исаевича Солженицына, позиция которого по Великодечественной войне известна и понятна, а Симоновская юбилей, который будет в этом году, он, к сожалению, не запланирован. Как вышибается связь сегодняшнего поколения с войной, с памятью о войне молодых ребят суворовцев и нахимовцев? Помните, в сервяковское время вышиб без парада? У меня родственник военный моряк воспитывался в 50-е годы нахимовском училище в Ленинграде. И он вспоминает о своем участии в параде как о самых счастливых днях. Не только потому, что он попадал иногда в промежуток между тренировками к своим родителям, вместе с большой батаркой своих друзей нахимовцев, а потому, что это было чувство гордости. и когда они проходили около этих могил, мимо которых сейчас уже больше на коньках катаются, чем проходят парады, они совершенно по-другому себя чувствовали. Ну и конечно, здесь я кстати хочу сказать, что я всецело поддерживаю идею, все, что написано и сказано по поводу Музолея в контекстной победе. Это конечно правильно, только так должно быть и это позорище, что-то там выгораживаться, тем более сидеть в момент парада, это конечно грустно. Но верх конечно кощунский для меня, кстати отчасти это и послужило причиной моего ухода, это было обсуждение вопроса о том должны или нет быть приглашены представители реваншинских государств на шестидесятилетии еще в 2005 году мы не только их тогда пригласили, мы и делали жесты примирительные навстречу показывали какие мы благорасположены к Прибалтам они уже тогда унижали наших ветеранов они уже тогда выдвигали нам претензии закупаться они тогда уже переписывали историю они тогда уже героизировали эсэсовцев мы все равно их звали на нашу красную площадь и надо сказать что эта Фрейберга приехала и и унижайся унижайся